здравствуйте друзья вечерний вопрос вы в своих видео часто отвечаете на письма пожалуйста помогите нам советую молодая пара из молдовы ей 27 ему 30 у обоих высшее образование выиграли грин карту в прошлом году английский у обоих на уровне подходит срок отъезда за океан в декабре вот буквально до будем где-то неподалеку от вас муж работает войти но он не программист не кодер у него есть опыт и в администрировании и в секьюрити и в нетворкинге в общем 8 лет я уже я же выросла из графического дизайна веб-дизайнеры но в вебе опыт работы небольшой а сейчас перед штатами дополнительно подучила html css и javascript но опыта работы с кодом как такового нет вопрос у нас довольно скромный бюджет с которым мы собираемся ехать штата около 7000 знакомых штатов нет соответственно долго без работы особенно если где-то в округе от бэрии здесь да мы не протянем все приоритеты у нас это где работа там мы будем жить всем один голос твердят и вы в том числе что программистам сша найти работу легко но все всегда имеют ввиду именно кодеров ну программист он как бы да таки да программист муж же столкнулся с тем что прошел пару-тройку телефонных интервью еще из молдовы значит но конкретного оффера пока никто не предложил либо долго думают либо само конкретное либо самое конкретное что было это прилетайте поговорим еще это обычно так и говорят да это не за один месяц поисков но например прилетать в неваду где жить не особо хочется стоит денег которых как вы поняли нас не очень возможно ли вообще по телефону получить оффер знаете ли вы таких случаях куда бежать за работой по прилету в америку если и сидя дома и не тратя бешеных денег на жилье из 40 резюме отвечают всего раза два это не так плохо кстати что посоветуете делать в такой ситуации на мои резюме так вообще никто не ответил ни разу не на вакансии дизайнера не на вакансии beginner фронт-энд разработчика в общем мы переживаем что летим в никуда и очень хотели бы послушать какое вас мнение на этот счет большое спасибо за ваше время вот сейчас и разберемся по дороге ну что же давайте мы начнем с сущностного а там дальше уже мелочевка сама набежать значит сущностное состоит в том что если допустим люди оба прямо или косвенно там скажем и зайти и видят себя пойти это не значит что то что называется dream job и даже просто работа в профессии обязательно человеку упадут вот в течение короткого промежутка времени который обусловлен тем что вот денег нет давайте то есть фраза денег нет и времени нет на поиск работы но я хочу именно вот в этой области это как бы сразу создает конфликт который может оказаться неразрешимым плюс общее допустим не вполне четкое понимание на каком-то свете и вот тебе и кранты поэтому значит надо исходить изначально из того что до работа которую ты хочешь может на тебя свалиться как бы через некоторое время не обязательно это будет твоя первая работа она может быть второй а может быть и третий и тем более там их двое да смотрите значит допустим муж у которого есть ну как сказать более хорошее положение да то есть ему на на него несчастных там 40 резюме что он шлет там с двух мест отвечают есть люди которые в америке и ему на 200 резюме двое не ответит понимаете а тут все-таки не так плохо уже вот может быть они конечно не понимают что он молдове и поэтому отвечают это тоже бывает фраза типа приезжай поговорим вот это обычная фраза и и тем более что он уже несколько месяцев ищет это немножко как бы в этом есть известная доля неадекватности я бы сказал не понимание картинки потому что вне контекста люди никто не будет тебя нанимать по телефону за три четыре пять шесть месяцев до того как ты вообще покажешься в стране поэтому сама идея того чтобы там искать работу так она в общем очень очень странно тем более если вы ссылаетесь на меня и говорите что я вот там чего-то сказал то я вот это вот именно это я много раз повторял и как бы при этом говорил что для того чтобы искать работу удаленно нужно быть очень приличным специалистом таким senior level там и так далее наверное он в чем-то такой потому что иначе бы вот ему бы не звонили так же как вот самой девушки супруги его вот поэтому из двое значит соответственно один может усиленно искать работу а другой в это время может например работать просто на любой работе любой работы полно вот какая хочешь работа такая есть можешь детьми сидеть можешь с пожилыми можешь официанткой в ресторане чем молоденькая девочка 27 лет ну так господи и это не имеет никакого значения это вас не унизит это не понизит вашей статусности это даст вам лучшее вхождение в среду это даст вам то что называется peace of mind да вы муж со спокойным сердцем будет искать работу вы там свои я не знаю две три тысячи в месяц заработаете делая но а просто абсолютно любую работу там даже вот ну скажем я за 12 долларов в час это уже там сколько там получается ну там две две с половиной тысячи в месяц вы уже заработали зависимости от количества часов там и так далее вот уже на эти деньги можно как-то жить но во всяком случае ваши сбережения не будут там как-то очень быстро утекать вот вот собственно и все поэтому я бы так поступил мысль о том чтобы найти работу издалека но вы же видите как происходит значит вот допустим у супруги не получается но и бросьте этим заниматься сосредоточьтесь на другом вот не тратьте время на ерунду у мужа что-то такое там есть какие-то разговоры но пусть делает это это важно другое дело что времени мало осталось ну если они в декабре уже едут осталось там пару недель я не знаю но если за пару дней ничего не случится значит ну так и ничего страшного тоже он уже опыт какой-то приобрел это что же неплохо все дальше куда ехать у них никого нет хорошо значит почему они собираются ехать в кремниевую долину и этом как они говорят недалеко где-то в наших краях я не знаю но здесь мест неплохое в принципе принципе неплохое значит вы можете поселиться где-то где подешевле относительно подешевле на двоих вы можете снять например комнату ну там допустим на неделю если негде остановиться никого не знаете на недельку можете взять какой-нибудь самый airbnb там комнатушку снимите а дальше тоже возьмете комнату на двоих комнату там полторы тысячи долларов в месяц ну конечно это не как бы это не бесплатно и и не 500 долларов там но другой стороны работаешь со всех сторон значит если он оттуда получает такую реакцию значит ну ну пожалуйста приезжайте сюда придете я вам покажу как работу искать вы удивитесь результатом сразу почувствуете разницу то есть как бы надо надо тоже знать как как чего делать и так далее вот а может по знакомым куда закинем надо двигать резюма я же так тоже не могу но просто я к поехать такое место где подороже вот как кремниевая долина но здесь полно любой другой работы и супруга как бы не пропадет уже какой-то доход пошел семье значит вы можете поехать в нью-йорк там тьма тьмущая работы айтишной вы можете поэтому любой большой город в чикаго например и в нью-йорке и в чикаго можно найти жилье подешевле ну то есть совсем подешевле нет нет не так подешевле как у нас тут а может быть в половину от того как у нас тут можно найти я бы может быть не стал ехать в такое место где совсем дешево но вот я не знаю там скажем сакраменто да вот как у нас тут хотя может быть и там работы много я я просто не берусь судить но вот скажем в нашем деле в тестировании там немного а может быть айтишной работы там завалить но пожалуйста это снимите себе квартирку там за 650 долларов 650 квартирку возьмете ван бедру мы живите на здоровье пожалуйста и так тоже можно вот наверное для айтишника большой город столица штата наверно там тоже вы же вы же находите позиции куда послать резюме посмотрите на сакраменто как там вот в вашем таком деле но в крайнем случае сакраменто полтора часа и вы в сан-франциско подъехал ночи там интервью прошел подъехал переехал там до ведь это сан-хосе два часа интервью вдруг если так получилось тоже можно вот я бы я бы так и делал вот значит сама по себе девушка в краткосрочной перспективе я не знаю вот что у него получится то есть для меня кажется очень мало мало вероятным нахождение работы там начинающим фронт-энд-девелопером или там вот то что она подучила недавно понимаете маловато вот так взяла подучила java script там и возьмите там что там еще html там css возьмите меня фронт-энд-девелопером я не знаю но но вот мне кажется что это очень очень маловероятно я легко например вижу в девушке там тестировщицу например и она кстати вполне могла бы и даже курсы никакие не нужны вот дело там книжку почитала видео посмотрела надо резюме только переписать ну то есть сделайте из того что она там раньше делала вытащить тот компонент тестирования который присутствовал в ее работе она же тестировала боже мой там мало какой тест раз только тестировать она просто не думала никогда о себе в этом ключе но она реально тестировала и и есть что сказать на эту тему просто нужно нужно действительно просто на уровне резюме переписать ей надо прожить вот это вот и это она и и врать то не надо фантазировать и надо вот а вот она уже есть там напишутся там несколько лет там пять лет x опыта у него она уже тестер с пятью годами опыта тем более подучила там java script там я не знаю что там веб-странички можете тестировать между делом или там может быть даже написать там пару строчек какого-нибудь кода вот вот собственно и все и тем более образование там выше и все молоденькая соображать должна легко то есть я бы вот скажем из того что я знаю я бы его так спозиционировал поэтому любой большой город значит давайте мы еще раз а это может быть сан-франциско и кремниевая долина это может быть нью-йорк чикаго сиэтл лос-анджелес но вот может быть филадельфия я не знаю там я я те места хуже знаю вот примерно вот вот это вот и легко ну как легко конечно у них мало денег поэтому они переживают но еще раз ну так и не нужно проживать деньги-то приехал работой и даже муж ее до которые вот казалось бы там такой наверное на него быстро должно упасть английский на месте профессии есть и и мы так интересуется но тоже а что с ним случится если он скажем там вечером подработает где-то пусть он не заработает там 334 5000 пусть он заработает не одну тысячу работ подрабатывая вечерами но это же им даст колоссальный запас прочности у них может и оставаться будет если они вместе она работает полный день а он допустим там по чуть-чуть даже даже на самые маленькие денежки это уже можно жить чё такое два человека чем там что за расходы у них такие вот поэтому я бы я бы вот разделил вот я бы разделил категорически и безоговорочно то что люди должны приехать и начать как бы независимо существовать до выйти на уровень самодостаточности самообеспечения что для двух человек смехотворно просто и 7000 совсем даже немало если они сосредоточиться вот на этой задачи выйти на уровень самообеспечения самодостаточности после этого делает чего хочешь программистом там по безопасности по сетям администрированию чего хочешь делай вот и все значит веник ломать за ручку сложно ручка веник очень крепкая но вот если разобрать эту ручку на соломинки да то каждая соломинка ломается очень 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 просто поэтому если ты сходу побежал и взял там не знаю на 8 на 10 на 12 долларов сейчас что было то взял и это самое главное как можно скорее взять что-нибудь взял уже можно браться за другую соломинку например другой соломинкой может быть с 8 долларов перейти там на 10 10 на 12 12 там на 15 например если есть возможность другая соломинка была бы например вместо что полчаса ехать за десятью долларами скажем идти пешком пять минут от дома за 10 долларов а дальше это смотреть на 12 на 14 15 тогда по одному надо ломать этот веник и все и нет никакой ручки и проблемы никакой не было проблемы созданы искусственно за счет того что вещи которые не связаны никак друг с другом принципиально начинают друг завязываться в какой-то узел не 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 разрубляемый неразрубаемый вот и дальше все вот мы имеем значит этот самый гордиев узел вот а я пришел с мечом так сказать иммигрантского опыта тоже и никакого узла на самом деле там и нет поэтому я чё скажу молодые ребята я можно сказать даже как-то завидую по-своему по-доброму молодые 2730 высшее образование английские на месте это просто это люди которые может быть через год уже пойдут там свой первый дом купит или там квартирку или кон там таунхаус какой-то понимаете это вот это вот вот этого уровня это люди которые через 10 лет уже могли бы себе заработать на ретайрмент и вообще прекратить работать ну так при нормальном стечении обстоятельств это люди у которых открыты вообще и в открытом жизни все пути ну еще детки там они там наверное я предполагаю детки появится там еще что то они эту жизнь будут таким половником и черпать знаете такой черпаком вот поэтому я за за них совершенно не беспокоюсь ну то есть настолько вот давайте на на 100 99 процентов людей которые приезжают хуже спозиционированы и по деньгам и по возрасту и по количестве там наличию детей которые или там пожилых там семье лет вот которыми надо заниматься и которых надо обеспечивать а сами они не могут и так далее тогда нет реально ни одного параметра ни одного и даже профессия вот и даже вот у супруги эти ни одного параметра по которому можно было бы сказать что у них слабое место это абсолютно как чемпионы такие я даже не знаю что же такое там но что нужно было бы добавить к этому ударному такому олимпийскому кейсу чтобы он еще сильнее стал так куда сильнее это мама родная поэтому ребята я за вас рад я предлагаю всем тем кто нас слушает тоже за вас порадоваться пожелать вам успехов то что вы волнуетесь переживаете это хорошо это говорит о том что вы нормальные люди здравомыслящие вот вы не летите с шашкой на головку надо не поймешь куда а вы все-таки ответственные и вы так спрятаетесь примериться но вот я вам сказал как разделить задачу на несколько да и решайте по одной и и все вы вы уже не то что там одной ногой вы одной и там девятью десятыми на второй ноги уже в хорошем светлом таком будущем да вот чуть-чуть но чуть-чуть вот так что будет возможность заходите в гости счастлива